Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о квалификации Лиги Европы и сосредоточимся на матче казахстанской Астаны и черногорского клуба Будущность, где, к великому сожалению, казахский коллектив не смог добиться победы, он проиграл и таким образом вылетает из Лиги Европы. Фиаско, провал, по-другому и не скажешь. И давайте разберемся, с чем это связано и почему вообще сейчас в Астане творится черт знает что. Команда постоянно меняет тренеров, команда меняет стилистики игры, но результаты становятся все хуже и хуже. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и давайте начнем со стартового состава Астаны. Здесь исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшворд решил не менять обойму, которая смогла добиться победы над футбольным клубом Ардабасы. Ну, в конце концов, в этом есть определенная логика. Победный состав не меняют. Появились все те же игроки. И хотелось бы отметить, что против черногорцев вышел состав, который практически наполовину состоит из балканских футболистов. Пускай частично и натурализованных. То есть в воротах появился казахстанский, теперь уже игрок из Югославии Эрич, который нынче уже натурализован и выступает за казахстанскую сборную. Шимунович появился на правом фланге Радакович рядом с ним. В центре обороны Постников также появился на левом фланге Шамко. В центре поля связка белорусских игроков Маевский и Эбонг. Ближе к атаке появился Сигур Йонсен, футболист, который принес команде победу в минувшем туре казахстанской лиги, оформив дубль. Ну и на флангах Ротарио на правой бровке, Барсигян на левом фланге, ну и на острие появился Сатерио. Мощный нападающий из Кипра, прекрасно нам известный по выступлениям за национальную сборную. Он играл как против казахстанской сборной, так и против сборной России в недавнем отборочном этапе чемпионата Европы. Ну и как мне кажется, стартовый состав был уже первой фундаментальной ошибкой исполняющего обязанности Эшворта. Почему? Ну потому что, на мой взгляд, здесь не хватало двух ключевых исполнителей. Во-первых, Томасова, великолепного крайнего хавбека, кстати, тоже Югослава, Харвата, который долгие годы был одним из ведущих исполнителей казахского коллектива. А вот здесь его последнее время сажают на скамейку запасных, что в минувшем туре Лиги Казахстана, что сейчас он остался на скамейке. И, на мой взгляд, это ошибка. Так же, как и отсутствие Бейсибекова. Вот эти два парня, которые могли добавить фланговой активности, они появились уже на старте второго тайма. И таким образом, Пол, исполняющий обязанности главного тренера, фактически признал собственную ошибку. Что зря он не доверился этим футболистам. Ну и вообще, хотелось бы отметить, что к этому тренеру очень много вопросов. И вопросов много к руководству клуба. Вообще, в Астане творится черт знает что. Сперва назначают Билика, главного тренера сборной Казахстана, предлагают ему, так скажем, совмещение. В результате всего семь матчей, по-моему, он провел у руля Астаны и покидает команду после скандалов, руганий и очень серьезных конфликтов внутри коллектива. И в результате после этого назначают вот этого Пола Эшворта. Человека, который уже два года не работал полноценным тренером. Практически три года. Последний раз он в Прибалтике руководил латвийской командой. Человек, кстати, знакомый российским поклонникам футбола. Может помните, в 2004-2005 году он на два матча принял руководство Ростом. Также в экстренной ситуации, как исполняющий обязанности. Тогда многие еще иронизировали, вот, мол, насколько разбогатела российская лига, что уже англичане тренируют наши команды. Но в те времена это действительно было диковинкой. Но и при этом хотелось бы отметить, что Эшворт, может быть, он в Прибалтике и признавался лучшим тренером сезона, и в Латвии был хорош, но все-таки простой в тренерской карьере был серьезный. В последние годы он был спортивным директором, фактически, в Астане. И, разумеется, здесь он растерял какие-то тренерские навыки. Он, конечно, знаком с составом, он некоторых футболистов сам привел в Астану. Но это не говорит о том, что он сейчас готов возглавить коллектив. И что характерно, в первом своем матче у руля этой команды он не добился победы. Сыграл 100 разом 1-1. Поэтому здесь, на самом деле, уже после этого должны были возникнуть вопросы. Следующий матч выиграли, а вот здесь, пожалуйста, вылет из Лиги Европы. Вообще, конечно, неудачно все складывается. Постоянно текучка кадров. На тренерском мостике уходит Биллик. Приходит вот этот англичанин, бывший спортивный директор. Поэтому здесь, конечно, какой-то целостности игры нет. Команда меняет стилистики, команда перестраивается постоянно. Поэтому здесь, конечно, возникают проблемы. И, на мой взгляд, Эшворд. Может быть, он и хороший парень, и хороший спортивный директор. Но все-таки нужно понимать, что он выпал из тренерской среды на некоторое время. И здесь, и сейчас он допускал серьезные ошибки. Не появление в стартовом составе Томасова и Бейсебекова, на мой взгляд, это ошибка. Да, Хорват в последнее время не так эффективен, как раньше. Есть к нему тоже вопросы. Но не случайно, что они появились сразу после перерыва практически оба. Это было связано с тем, что фланговая игра, к сожалению, у Астаны работала очень слабо. А это большая проблема. Соперник играл, конечно же, от обороны. Тем более, что будущность, она забила мяч уже в первом тайме. После чего откатилась к защите. И у Астаны и раньше были проблемы с тем, чтобы вскрыть плотную оборону соперника. Оборону соперника, который сидит в автобусной тактике. А вот здесь эти проблемы обострелись тем, что фланги действовали не лучшим образом. Шамко, как мне кажется, не в самой лучшей форме. Что касается Ротарио, но не случайно его сразу заменили после второго тайма. Шимунович, ну все-таки это игрок, который больше привык действовать в центре защиты. На правом фланге ему не так уютно. И здесь, конечно, есть серьезные претензии к тренерским решениям. Да и сама тактика на эту игру, она была слишком прямолинейна. Вот этот мощно нападающий Сатирио, он, видимо, до сих пор восхищает казахстанских поклонников футбола тем, как он сыграл против сборной Казахстана. Возможно, поэтому он и заинтересовал Астану. Напомню, он забил в обоих матчах против сборной Казахстана. Но, поэтому нужно понимать, что футболист он очень специфичный. И к нему нужно, что называется, найти подход. Поэтому здесь, на мой взгляд, он был немножко инородным телом на, собственно говоря, на футбольном поле. Здесь не хватало ему какой-то сыгранности, сработанности с командой. Да, периодически у него возникали моменты, но он их не использовал. И в целом, как мне кажется, тактика с бесконечными навесами на Сатирио, она была неактуальна. Вот понимаете, такой тактикой можно продавить слабенькую и хиленькую команду в плане физики. А эти черногорцы, они сами здоровые быки, их так не продавишь. Нельзя было делать ставку именно на силовую игру на эти навесы на Сатирио. Тем более фланги работали плохо, поэтому большинство навесов, они были неподготовленными, не самыми точными. И в результате, даже если бы Сатирио был Златаном Ибрагимовичем, то есть футболистом топового уровня на СТС, великолепной игрой на втором этаже, все равно здесь бы, вряд ли, он что-то создал. Потому что навесы до него практически не доходили. Ну и вообще было ощущение, что команда какая-то вареная. Слабая физика, слабое движение, а без скорости как ты можешь прорвать плотную оборону соперника. Да никак. В результате, вот эти бесконечные закидушки в штрафную продолжались все 90 минут, плюс дополнительное время. И в результате поражение, полнейший провал. Это, конечно, ужас. Я не представляю себе, что будет, если сравнить бюджет Астаны, то, сколько денег вкладывается в эту команду, и бюджет вот этой скромной команды из Черногории. Это, конечно, провал. И это следствие тех странных решений руководства Астаны, которые происходили в последнее время. Смена наставников, ставка на Билика, ставка теперь на вот этого Эшворта. По-моему, все это очень неудачное решение, и в результате мы получаем подобный крах в Еврокубках. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!